Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Рада всех вас здесь видеть! Меня зовут Настя, и я мама двух маленьких шилопопых ребятишек. И как и у каждой мамы, у меня не очень много времени на себя любимую. Поэтому я люблю все бьюти-штучки, которые делаются легко и быстро. И сегодня я хочу поделиться с вами способом укладки. Просто на шикарнейших локонах, даже на моих тяжелых и супер неподатливых волосах. Нам нужен длинный и достаточно мягкий шарф. Я рекомендую брать именно мягкий шарф, если вы хотите выспаться этой ночью. А также чистая кипяченая водичка, если вы давно помыли голову или у вас волосы уже успели достаточно высохнуть. Маслица, я использую такое, мне нравится запах, он просто потрясающий. И несколько заколок, чтобы закрепить наш шарфик к самом конце. Ну и конечно расчесочка, не важно какая, берите свою любимую. И так, для начала нужно расчесать волосы. И разделить их на две части. Не обязательно делать эти две части ровными. Если вы носите пробор на косую, делайте на косую. Теперь нужно сбрызнуть волосы небольшим количеством воды, чтобы они были слегка влажными. Особенно если волосы у вас от природы сухие. Почему мы сбрызгиваем после того, как расчесали? Потому что мокрые волосы расчесывать нельзя. Этим самым мы повреждаем их структуру. Что там, киса? Мы заперли в комнате кису, да? Маслица нам необходима для того, чтобы локоны были достаточно четко очерчены. А еще у него просто потрясающий запах. Я просто схожу с ума по этому запаху. Достаточно намазать только кончики. Вот и все. Можно приступать. Берем шарфик и ищем его серединку. Складываем к концу вместе. Находим серединку и кладем ее ровно посередине вашей макушечки. С одной стороны можно закрепить, чтобы он туда-сюда не ерзал. Начинаем с самых верхних прядей, постепенно окручивая их вокруг нашего шарфика. И затягивайте как можно туже. От этого зависит качество локонов. Делается это все по принципу французской косички. Берется прядка еще и еще. Стоп, Алина. Пить. Пить. Подожди. Ну, естественно. У меня здесь болото. Или речка. И затягиваем это все дело резиночкой. У нас остался вот такой конец. И это хорошо. Какая красота. Теперь следующая сторона. Натягиваем как можно сильнее. Папа. Я не папа, я мама. Придемся. Я здесь, я здесь. Продолжим. Натягиваем прядки как можно сильнее. Все так же по принципу французской косички обязательно делай пряди назад. От этого зависит то, как будут кудри облаблять ваше личико. Вот так вот делают прически с маленькими детьми. Кто мама, тот поймет. Мяу! 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 Вот и все. Теперь закручиваем каждую сторону. И мы также по аналогии в ту сторону. Вот так вот. Закручиваем вторую. И привет, малышка. Баба. Да, да, да. Баба! Собираем их наверху. И завязываем или закрепляем заколочками. А можно и то, и то. Получается такая крутая причесочка для дома. Увидимся завтра. Всем доброго утра. Погода у нас сегодня дождливая достаточно. Но спала я хорошо. И все благодаря мягкому шарфику. Вот так вот выглядит причесочка с утра. И хороший вариант домашней прически. А сейчас я приведу себя в порядок и будем расчеплять. Давайте начинать. Аккуратненько. Не повредите волосы. Раскручиваем. Потрясающий запах. Уже почти 12 часов прошло. А запах от этого масла все еще держится на волосах. Посмотрите, какие тугие, классные волны. Некоторые рекомендуют расчесаться, но я бы не советовала. Максимум расческой с очень крупными зубцами. За счет масла каждый локон выглядит четко. Если вам понравилось это видео, поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет еще очень много всего интересного. Люблю, целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok